Их имена навсегда вписаны в новую страницу героической истории нашего края, а мужество и отвага останутся в народной памяти и будут служить примером любви и преданности Родине. 21 февраля в Фурманском техническом колледже прошла торжественная линейка, посвященная открытию памятного стенда о выпускниках учебного учреждения, которые погибли во время исполнения гражданского долга в ходе специальной военной операции на Украине. Студенты техколледжа не раз проявляли свою смелость, стойкость и героизм воина, в том числе в зоне боевых действий. Скажем, что это уже второй стенд героев-выпускников. Ко всем присутствующим в памятный день обратилась директор Фурманского технического колледжа Галина Мусатова. Выдающиеся, талантливые, воспитанные и мудрые, но их нет с нами. С таких слов началась ее речь. «Только в нашей стране живут такие люди, такие парни, которые идут на смерть, которые делают шаг в бездну, зная, что за их спиной мы с вами, и наша Родина, наша страна, семьи и близкие люди». Мы будем помнить коллеги, педагоги и студенты, будем помнить наших героев. Их имена мы выковечили на нашем стенде. В настоящее время мы сейчас будем к месту захоронения, почтим память их на месте захоронения со студентами клуба «Спасатель» и еще военно-патриотического клуба «Звезда». Без сомнений были названы имена наших героев, погибших в ходе выполнения боевых задач. Иван Голубев родился 19 августа 1999 года в городе Фурманове. С 15 по 18 обучался в колледже по профессии мастер сухого строительства. По окончании проходил службу по призыву в медицинском батальоне в звании рядового. Родители Ивана получили благодарственное письмо с места службы со словами. Образцово выполнял воинский долг, мастерски владел веренным оружием и техникой, проявлял усердие и старание при выполнении служебных обязанностей. 28 марта 2023 года жизнь российского солдата Ивана Дмитриевича Голубева оборвалась. Голубев Иван обучался у меня три года. Все три года он показывал себя как человеком вежливым, культурным, добропорядочным, отзывчивым, как к коллегам, друзьям, ну и к наставникам тоже. Всегда уважительный был. Хотелось бы сказать благодарность родителям Ивана за то, что воспитали настоящего мужчину, защитника своего отечества, ну и в общем хорошего человека. Очень благодарна колледжу, всем преподавателям, кто преподавал моего сына Ивана. Они всю свою любовь, всю заботу проявляли моему сыну. Я очень гордился тем, что он учится здесь. Алексей Кишелов родился 7 августа 1979 года в городе Фурманове. С 1994 по 1997 он обучался по профессии «Автомеханик». А по окончании проходил службу в частях ракетных войск стратегического назначения. С 2000 по 2012 Алексей служил в органах внутренних дел. Был награжден медалью МВД Российской Федерации за отличие в службе. 22 октября 2022 был призван в ряды Вооруженных сил России из запаса в рамках частичной военной мобилизации. За отвагу и самоотверженность был награжден медалью за воинскую доблесть второй степени. 31 августа 2023 года при выполнении очередной воинской задачи Алексей пал смертью храбрых. Ребята, вам довелось сходить по тем же коридорам, что и наши герои-выпускники. Помните это? Городитесь этим. Григорий Володин родился 25 апреля в городе Фурманове. С 2017 по 2020 годы обучался в колледже по профессии автомеханик. По окончании был призван на воинскую службу Воздушно-космические силы Российской Федерации. 13 октября 2022 в рамках частичной мобилизации был призван в армию. В должности гранатометчика стрелкового отделения он принимал участие в специальной военной операции. 11 ноября 2023 года Григорий отдал свою жизнь ради обеспечения безопасности нашей Родины, сделав все возможное, чтобы будущее было мирным. Был обыкновенный мальчик, который занимался, учился на протяжении тех лет. Активно участвовал в тех мероприятиях, которые проходили. Были у него хорошие спортивные достижения. Во время бесед, разговоров уже перед окончанием ночного ворюста я сначала пойду, буду служить в армии. О потерях всегда говорить больно, но когда из жизни уходят совсем молодые, то тяжело вдвойне. В завершении мероприятия все присутствующие почтили память героев минуты молчания.